Лечить людей он мечтал с самого детства. Евгений Булава шутит, что любовь к медицине привела ему мать еще до рождения, будучи в ту пору студенткой медучилища. А вот со специализацией он определился уже в институте. Офтальмологом я захотел стать после операции. У меня была миопия. Операция у меня произошла на втором курсе обучения. Уже когда был эффект, результат, я загорелся, начал. Во время обучения побольше находиться в офтальмологическом отделении, брать дежурство, помогать докторам. После окончания медицинской академии в Истании Евгений продолжил обучение в Российском университете дружбы народов. Впрочем, учится он до сих пор. Сейчас работает над диссертацией на тему диабетические изменения в сетчатке глаза и параллельно повышает свой уровень в области офтальмологической хирургии. В консультативно-диагностическом отделении амбулатории Бутова парк Евгений трудится уже полтора года. К нему районные офтальмологи направляют пациентов с довольно серьезными и опасными заболеваниями. Патология заднего отрезка глаза. В частности, можно назвать претинология. Область как раз диагностики заболеваний сетчатки. Различные дистрофии. Наиболее распространенные из дистрофии – это возрастная макулодистрофия у лиц после 50 лет. Это глаукома. Также Евгений Булава занимается диагностикой и онкологией органов зрения и врожденными нарушениями у детей. Его кабинет буквально напичкан современным оборудованием, позволяющим в мельчайших деталях рассмотреть в том числе сетчатку и зрительный нерв. Тут есть как довольно распространенные в кабинетах офтальмологов щелевая лампа и авторефрактометр, так и более редкая и сложная техника. Это ультразвуковая установка, которая позволяет нам сделать УЗИ глаза, оценить его размеры, ну и, так скажем, содержимое, оболочки. Посредством этого метода можно посмотреть. Здесь у нас уже более детальное обследование происходит. Здесь мы смотрим непосредственно сетчатку, сосудистую оболочку глаза послойно. Именно с приходом в амбулаторию Евгения Булавы вся эта аппаратура была запущена в дело. До этого пациентам приходилось ездить на обследование в Москву. Чтобы работать с такой сложной медицинской техникой, доктору пришлось пройти специальные курсы. Пациенты каждый раз удивляются столь богатому оснащению. Здесь уникальное буквально оборудование, и со всех сторон действительно можно обследоваться. И очень понравился доктор, очень внимательный. И чувствуется, что доктор много видит, много понимает. Поэтому дай Бог попадать к таким докторам. То, что его выбрали народным доктором Московской области, для Евгения стало полной неожиданностью. Он благодарен всем голосовавшим. И заверил нас, что такая победа – еще один отличный стимул работать и развиваться дальше. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.